В Киров возвращается похолодание и дожди. Отопление в садах, больницах и школах начнут включать на следующей неделе. Подробности далее. Эфир продолжает рубрика короткой строкой. В Киров возвращается похолодание и дожди. С 14 сентября область будет под воздействием циклоном, которое принесет грозы, а также усиление ветра с порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха начнет понижаться. Днем максимально воздух прогреется до 12-14 градусов тепла. Отопление в садах, больницах и школах начнут подключать уже на следующей неделе. По данным Министерства ЖКХ, к работе готово 88% источников теплооснабжения и 83% теплосетей. По всем социальным учреждениям 100% готовность. Подавать тепло будут по заявкам руководителей. 18 сентября в Кирове состоится Борисоглевский крестный ход. Икону князей Бориса и Глеба по традиции перенесут на зиму из Борисоглевского храма села Никульчино в Троицкую церковь села Волково. Для желающих паломников будет организован трансферт. 14 сентября в Киров приедет путешественник, немецкий блогер Кристиан Тиферт вместе с командой ассистентов. Кристиан путешествует по России с 7 сентября по 6 октября и планирует преодолеть около 7 тысяч километров. Необычность путешествия в том, что крестьян-инвалид и передвигаются на специальной коляске. Своими путешествиями он хочет помочь обществу изменить представление об инвалидности, поясняют организаторы визита. Маршрут проходит через 18 городов России. Редактор субтитров А.Семкин